Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольно. Вот сейчас было, ребят, очень прикольно вообще. У меня просто вылетела дота. Вы видели, у меня лоудскрин с прошлой игры и просто вылетела дота. Окей. И всё? У тебя не вылетела дота? Ты не в доте теперь? Нет-нет-нет. У меня, короче, загрузилась дота, показала файт-рекап последней драки прошлой карты и вылетела. Вот такая дота она. А у меня почему-то на паузе, я когда делаю максимальное приближение, у меня такое ощущение, что я приблизился в три раза ближе, чем обычно. Я прям... Я вообще не знаю, что-то... Ты шокирован? Да. Ну, дота 2. Ах, не бета 2 года. Ну, дота tooltip modifier я уже пару часов беру. Всё-всё-всё, я в игре, всё нормально. Давайте смотреть. Ну, нет, я не в игре, всё на паузе стоит. Или это пауза в игре? Да. Нет-нет, всё на паузе стоит. Нажали Empire паузу зачем-то. Ну, красавчики, меня ждут, молодцы. То, что надо. Может быть, может быть и так. Да. По пикам. Фобос, оффлейн бэтрайдер, готсула, мидзюз, фанг, лесная нигма, лич бай лил и иллидан, шторм рейдж, сф-46 на спектре. Что-то очень жадный пик у вас. Что-то какой-то он настолько жадный, что я вообще не знаю. Ну, представь себе ситуацию, где Йоку и Лохо Тенс идут в хард к Личу и Спектре. Там огромные проблемы у Спектры. Энигма в лесу фармит как бы всё то, что должен зафармить по итогам, по идее, бэтрайдер когда-то. То есть у бэтрайдера... У бэтрайдера придётся стоять свою линию. И это значит, что Сайленту надо будет его напрягать вместе с паэм. Да, но они могут себе это позволить. Ну, я не знаю. Тут как бы тяжёлое начало может быть. Начало и середина игры для Азус. Потому что, опять же, нужен Бринг быстрый на Фобусе. Но где его взять, если его в лесу? Энигма. Как бы нужны и темы на спектре. Но где их взять, если тебя напрягает Феникс с Деревом? Я не знаю. Ну и опять-таки мы не забываем про супер-снайпера. И мы не забываем про супер-комбину Дерева вместе с Фениксом. Если эти два товарища свои ульты кастуют, то снайперу остаётся только нажать. Вообще можно ничего не нажимать, если авто-атака включена. Ну да, ну, то есть, тут такое. Сейчас посмотрим, конечно, как распорядятся и вард. Но я уверен, что они пойдут в хард. Ну да. Йоку идёт в хард, а Алоха взял ботинок. Он как бы не то чтобы в хард, но он будет роумить. Он будет и там, и тут, туда-сюда. Да, царя лил, что придумал, тыпнулся, поставил вард, который блочит. Отвод. Сентрей у Флая нет. И это неплохо придумано. Ну, вообще, да, поглядим. Так, ладно, Резоль в миде будет, понятное дело. Сайлент лёгкой. Флай будет помогать. Ну, в принципе, оленям всё понятно абсолютно. Тут других каких-то вариантов быть, наверное, не может. Или же может. А нет, не может, не может, конечно. Да, вряд ли. Единственное, что вот мне кажется здесь довольно эффектным таким мувом, эффективным от Асус, если они сейчас сидят двух крипов на линии Фобосу на первой минуте, чтобы ему было намного проще там стоять. Это было бы грамотным мувом. Ну, Фенга точно съест крипа, а лил не хочет есть. Лил будет есть на своей линии, видимо. Лучше бы в миде, наверное. Ну, хотя это, в принципе, не столь важно. Лучше бы у Фобоса, а не оба съели, мне кажется. Фобос бы в таком случае точно получил бы Экспу там за первую и вторую пачки. И, ну, смог бы как бы там нормально действовать. Ну да, так его сразу, по сути, если у него только одного крипа скушают, всё равно его будут напрягать, и до второго левла ему надо будет ещё попотеть. А дальше, как мы уже сказали, ну, надо будет где-то Фобосу искать, эту самую Экспу. Ну, посмотрим, как это всё получится. Фобос на Бэтрайдере, вот что-то я вот пытаюсь припомнить, что-то не получается. Было, было такое, было. Ну, посмотрим. Тут от Фобоса зависит в этой игре, короче, очень много. Если он свою линию очень хорошо постоит, прям хорошо-хорошо, если он сможет где-то получать Экспу, деньги в чужом лесу уформить, может быть, то всё круто. Если Фобосу тут ничего не дадут сделать, то дальше я не знаю, действительно, где он будет получать всё, что надо. Ну, три победы в четырёх матчах Фобоса на этом герое. Благодаря статистике нашей мы это видим. Фобос. Ой, 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 больно ему. Чё-то он зря, так, у него же нет хилки, ему сейчас придётся... Эээ, да. Это он вообще непонятно, что сейчас сделал, потому что сейчас его и из-под тавра выгонят. Ну, вообще, да, и на топе, ты посмотри сразу, что делают с Иллиданом и с Лилом. Боже, как начинает Эмпайр-то на двух линиях. И Алоха бежит своим этим деревом, по 85 по голове наваливает, и это неприятно. Да, ну, сэр, Флай понял, что ага, что-то не то, крипов нет. Сентри не куплены. Это не самое гранное. И чёрт побери, неужели они нас обыграли? И что теперь делать с Фобосом? Фобос же возьмёт левел 2 и всё, мы проиграли эту игру. Ну, в общем-то, да, это неприятный момент, потому что сейчас бы хотелось у Флая отвести, в таком случае Фобос бы не смог. Смотри, что творит Алоха вообще. Это было понятно, что здесь они придут и будут жёстко напрягать спектром. Да, Элидан 4 крипа убил, ну и действительно тут Йоку должен дальше напрягать, да, и Лилут надо хоть что-то делать, ибо неприятно, скажем откровенно. Да, и Энигма будет выбегать. Но опять-таки Энигма особо часто не повыбегает, и особо там сильно помочь она вряд ли сможет, но в любом случае старается, старается, потеряет как могут, старается. Фобоса нету ни одной хилки, ему очень нужно сейчас хил, вот именно Флазочку сейчас бы отпить, и он бы смог тут дальше стоять, а так не получается. Смотри, куда пошёл. Флай купил Синтере, он хочет Куру подрезать, но Кура уже ушла. Да, 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 чуть-чуть по таймингу не успевает Флай. Ну, если бы успел, было бы довольно весело. Так, Иллидан, Иллидан 7-0, Иллидан, и вот выходит Алоха. Да, говорит, иди сюда, слышишь? Что ты там своим 52 демеджем не сделаешь? А вот он что делает. А далековато, далековато, Иллидан, Иллидан, далековато! Так, по-моему, это же можно и погибнуть, как говорится, сейчас здесь. Ну, есть и Карлс дайв. Так, а что он не хочет задайвить? А он хочет на потом его оставить, и вот сейчас должен бить Алоха, и дайв должен пойти. Где дайв? Вот он дайв, и это минус Иллидан. Ну, и минус Иллидан. Ну, что это такое, не понятно. Что это за попытки напасть на дерево? Вообще самое интересное, что здесь можно отводить крипов, почему бы не заняться этим? Я не знаю. Лил, может быть, всю свою силу в прошлой игре растерял? Может быть. Ну, действительно, странно. То есть, вместо того, чтобы гоняться за деревом, когда линия начинает пушиться в сторону врага, нужно просто отвести крипов. Не зря, что ты на лёгкой линии стоишь, как ни крути. И опять какое-то нападение на дерево. Тратит ману Иллидан. Не так-то у неё, её не так-то и много, чтобы так раскидываться. Ну да, в лес же всё равно надо будет убегать, если вдруг что. И вот Иллидан опять гоняет. Да, неприятно здесь. Но опять точно то, о чём ты говорил, что здесь будет жуткий напряг. И левелата, как только у Алохи и у Йоку будут появляться, здесь вообще спик требует жутко сложно. Вот Алохи надо порегулировать. И у Фобоса всё не так как бы радужно. Три крипа он лишь смог убить. Да, левел третий есть. Это неплохо, конечно, для флейнера. Но всё равно тут Сайлент Линио теперь держит далеко. Сайлент Линио не даёт подходить. А лес занят Эникмой. Ну вот и что делать? Ну в чужой лес надо пытаться пробраться к Фобосу. Это вариант. И Резолюшн Мид выигрывает как бы 20 на 7 против 18 на 1. У Резоля на снайпере всё при лесном миде. Гоняет он года, то что Атнельками разбрасывается. Имитирует нападение. Но на Алоху опять напали на этот раз Эникмой. Кстати, проблема у Йоку он может быть. Но у него есть и Карлс Дай, поэтому он пожёг ещё немножечко Лила и улетает отсюда. Минус Фобос! На хосте Рубик минус Фобос. 2-0. Да, и что-то всё очень не очень сейчас. Где эта Империя вчера была? Вот вчера они играли как будто варёные. Сегодня мы им играем намного лучше в ниде. На Года под Тавр, под Шрапнель отбрасывают Года. Есть фейтболт. Года очень больно. Помогает дерево. Года успеет ли добить? Да, Года добивает. Прилетает Фобос. Фобоса тоже убьют. Фобоса тоже здесь расстреляют. Он, конечно, должен сгореть фая. Но Фобос... Теон и Флай это может не сгореть. Я тебе так хочу сказать. Да. Да. Что это было сейчас? What the fuck is it? Is this? Is this. Да. Так ФНГ. Есть Сентря. Видит Алоху. Начинает его надстреливать. Но Алох просто уйдёт. ФНГ сейчас ещё сам тут рискует. Ну, второй Ливинг Армор. И неприятно. А есть же и Карлс Дайв. И Карлс Дайв так... Ну, не до конца-то не погорел. Ни по кому? В Бэкхолл Йоку. Ну да. Тут, конечно, немножко перебаковал Йоку. И наказали. Йоку немного психануло здесь. Да. Вот получается, ФНГ вышел бесполезно. Но Йоку сам говорит. Ладно, парень. Ты так старался. Я хочу, чтобы ты меня убил. Если бы он полностью пролетел... Так, и Иллидан за Алохой. И что? Смотри, смотри, смотри. Ну так больно Алохе. Больно. Стиков нету. А вот Ливинг Армор на развороте есть. Ливинг Армор хороший. Это минус Иллидан. И это минус Лил. Просто блеск. Алохо. Просто вот мы в прошлой игре, нас там в Твиттере немножко потроллили в какой-то момент, когда мы сказали, что у Алохи нету яйца. А у Алохи такие яйца. Он шёл до конца просто. Прожал эти стики, бросил на себя Ливинг Армор. Развернулся и убил. Просто красава. О, Алохи нету яйца. Да. Но что как бы делать сейчас Асус? Ну два варианта. Я не знаю. Первый начинать играть в Доту, второй Ливать. Вот, да. Второй вариант тоже возможен. Оба рабочие, то есть не стоит. Оба рабочие. Оба точно что-то изменят в ситуации. Надо начать делать хоть что-то. Гот идёт на руну, туда идёт Салент. Это опасная встреча. Ну, год успеет забрать. Успеет забрать. Поэтому всё хорошо. Суть в том, что четыре игрока команды Асус Полар сейчас тусуются фактически в своём лесу. И Бэтрайдер фармит два спота, и Нигма фармит один спот. И Алохо в инвизи... Алохо вообще наглый. Алохо... Да, находит здесь. Он сейчас умрёт. А тут флай, тут флай подошёл к флайду. И Карус Дайв залетает. Йоку, Йоку, кстати, сам под угрозой. Потому что Дайв это больше не будет. ПНГ сгорит или нет? Нет, ПНГ не сгорел. Ой, слушай! А вот это вот неприятно. И это? Минус три. А если забыли, что он есть, и это минус три. Ну, как-то так. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, типа, мы так хорошо начало игры выиграли, надо бы шансы уравнять, дать надежду полярам. И фидят очень плотно, конечно. Тысячу. Не, ну так слушай. Люди ждут от этой игры красивой игры. Вот она. Поэтому если мы так будем доминировать, красивой не будет. Предсказание Вилата сбудется. Профсалат. Да, так что надо бы фидануть. Надо бы фидануть. Ну и денег, конечно, сейчас Брагину насыпало. Даблкил. Вовремя получил. Ну, я тебе так скажу. Просто даже если график открыть, всё просто уравнялось. То есть как бы была доминация тотальная, а теперь... Ну, четыре тысячи годы было. Четыре тысячи на шестой минуте и две тысячи XP. Ну, вот они были все полностью потери. Ну, это уже ничто. Ну, это уже не что. Тутораха осталось. А по XP вообще его ноль. Ну, опять-таки, если говорить про лейт, у нас имеется спектра против снайпера. Надо дойти до него. Под деревом, под фениксом. Ну, спектра один из тех героев, которые хорошо работают против снайпера по итогам. То есть как бы в лейте она прям прыгает сразу ему на лицо. Там манты, все дела. Начинает убивать. Но это по итогам. Пока у спектры фейзы. Так, Флай видит ФНГ, поднимает его. Здесь Сайлент. Врывается. Надо забрать руну и виза. Году отдали руну. Но ФНГ убили. Так, Год сейчас пойдёт кого-нибудь застрелить. А не двух ли? У Сайлента, не знаю, ФНГ там уже умер. У Сайлента нету маны. У Кода тоже нету маны. Поэтому, наверное, к Сайленту идёт. Да, да, да. Один в один размен. На топе продолжает. И Лидана здесь алоха бить по голове. У него какой-то вот пунктик надо бить от того. И Лидана. А, резолюшн на топе тем временем. Резолюшн на топе. И знает ли об этом сейчас? Ой, ой, ой. Не знает. Нет, они не знают. Что-то какой-то опасный ульт отлил. Слушай, он застрелил парня. Правда, у Лидана большие проблемы. Не успел на него навесить ультимейт здесь снайпер. Снайпер ловит в лассо. И вот здесь уже большие проблемы сейчас у Резоля будут. Ему неприятно. Здесь уже и флай какой замес. Просто все здесь. У Резолюшн на есть ультимейт. Ему надо бы расстрелять ещё Спектро. Они знают, что она где-то здесь. Это минус два уже в исполнении Резоля. Спектра тусуется здесь. Её нет маны. Дерево ультануло. И это ещё и минус ПНГ. А нет, есть Блэкхол. Демеджа нет. Это ультракил. Это сейчас рэмпидж будет. Рампажечка? Это рэмпидж на девятой минуте! Что за паб мы смотрим сейчас? Я вообще не понимаю, что происходит в этой всей истории. Почему ПНГ не засосал просто Блэкхол двоих, когда была возможность до ульта дерева сразу? И дерева, и Рубика. Снайпера хотел. Очень хотел снайпера. Очень хотел, но в итоге как бы... Рэмпидж дали снайперу. Причём, стоит отметить, что вся вот эта дискотека происходила без Сайлента вообще. Его не было. Да, да. Он там снизу что-то занимается своими личными делами. Забрал Дабр, например. То есть 4-5 дрались, подрались 5-2. Рампажечку сделал у нас снайпер, с чем мы его поздравляем. У него уже 8-0 на девятой минуте. Да, снайпера надо как-то останавливать. У него Санжин Яша. Это 10-ая минута. У него ПТ Санжин Яша. Нет, Ладнеса. ПТ Санжин Яша на 10-ой минуте. Ага, да. Интересно. Роман, Роман, остановитесь, пожалуйста, Роман. Мы хотим дотку посмотреть. Так, Алоха. Алоха ходит в инвизии. Вот палить пытаются. Зевсом не работает. Так, ну я даже не знаю. Я тоже пока не знаю, что сказать-то. Просто, ну вы видите Нетворсы, и вы видите, сколько Нетворса у Спектры, а сколько у Снайпера. В три раза больше. В три. Спектры просто ничего нет. У нее есть фейзы, и она ходит, бродит, и проблемы там уже Резольт начинает таврами пилить. Какие-то абсолютно непонятные пики от Асус Пола в этой игре. Вот, ну, типа есть какой-то общий план. А куда вот ты сюда? Во время пики-то еще, во время того, как стояли, ты правильно все разложил. А куда вы собираетесь идти? Там будут давить, тут будут давить, а что вы будете делать? Ну и вот, вот он. Да, и в итоге их задавили так, что опять игра может превратиться в подобие прошлой, то есть... Ну, терпеть на хайграунде. Да, и терпешка на хайграунде, ну, и теоретические возможности победить, но, блин, я не знаю. Приятно так играть? С той стороны. Не очень приятно. Понятное дело, что неприятно, но... Кто же им виноват? Тьоку на топ, залетел на Иллидана в соло, пытается Иллидан, Иллидан в фейзы бежать. Мансит, Мансит Иллидан, но тут такое. Просто это все действительно... Сайленты еще даже, нет, он вообще еще ничего не сделал. Смотри, поймали Алоху. А что ты думаешь? А ну, говорят, иди сюда, Вася, но... Ой, хороший чейн просто отлетает от него, еще улетит в са, но Алоху убили. Ну, вот хорошо, поймали. Вообще, бойтов там... Ну, да. Поставили Сайдрик, да, это фраг, это фраг, который, опять-таки, дает денег, а там Бэтрайдер где-то был у нас. На медиа, там Сайлент в смоке, они тут с Флайем юзали смок, Флай пошел вард поставил с этим смоком, а Сайдрик пошел убил кого-то. Очень хороший смок получается. Ну и Фобос прошлую игру начинал с 0.7, сейчас уже с 0.4, блин. Под конец прошлой игры, конечно, он с Зевцом там немножко разыгрался, 4 фрага, 4.9 он закончил, да, но вот, ну, и много ассистов на Зевцом, в принципе, это нормально. Ну, тут опять-таки, плохое начало, и мы видим, что блинка до сих пор нету, это 13. И Йоку на Эллидан, и у Эллидана проблем, он вообще может умереть, потому что будет сейчас что-то суперновое, но нет, ТП спасает в такой ситуации. Ну, Йоку еще и тут на хосте, очень наглый, 8-й левел у него, ну, вот 11-й, как только получит, я думаю, мы уже увидим какие-то кимфайты, а может быть, еще и до этого увидим. Сейчас проблемы у Фобоса. Фобос! Да, Фобос идет по варду, на нем уже ульт-снайпер, он умирает. Это 0.5. Хотя погоди, 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 у Сальн-тамана кончилось, а нет. А нет. Так, ну, здесь на развороте лил погибает. Да, я понял. Да, что-то вообще творят полный беспредел Эмпайр. Надо срочно успокоиться Асус Полар, потому что игра закончится на 20-й минуте с такими темпами, если они еще, прям сейчас не успокоятся. Ну, да. Они просто так же начинали, они почему-то тоже куда только угодно шли драться, кругом драки, которых не нужно было делать. В итоге Эмпайр там до 20-ти тысяч преимущества просто довели. Тут, вообще-то, игра очень похожая. Ну, да. Тут уже 7500. В таком уже. Ну, да. 7500 на 13. По-моему, в прошлой игре плюс-минус то же самое было. Ну, типа того, да. Ну, и... А потом начался вот этот вот самый режим терпим на хайграунде. Ну, блин, там были для этого герои. Здесь, конечно, да. Здесь, конечно, есть Зевс, здесь есть Миднайт Пульс, есть Файрфлай. То есть, можно как-то там полетать, чтобы люди не заходили на хайграунд. Ну, блин, тут есть снайпер, который будет стоять с лограунда и расстреливать, и всё. Ну, да. И как бы от Энигмы ждать какого-то суперпереворота момента тяжеловато, потому что там Рубики, там Арчи, сейчас уже у Сайлента летит к нему, кстати говоря. И Энигме очень тяжело будет Блэкхолл хорошие дать. Бэтрайдер просто очень бедный из-за Форстапа, хрен знает сколько. То есть, опять же, поймать кого-то, увезти не получится без Форстапа. Там, блин, блинка нету элементарного. Ну, да. Ну, блинка вот скоро, а Форстапа ещё не скоро. И только вот опять же Год может что-то там сделать Зевсом, потому что у него всё неплохо. Да, Год 3-2-4 имеет стату, тот даблкил его там немножко бустанул, после этого года ещё немного заработал, скоро получит 11-й левел, это 2-й левел ультимейт, это опять-таки очень неплохой дэмэдж. Попытка убить Лилу сверху, но Лилу тут сейвит его, друзья, и тут может быть сейчас неплохой расклад. Если поймать его, будет яйцо. Яйцо нет смысла ставить. Да, надо поставить. Ну, 4 удара делаются легко. Его убьют всё равно, да. 5 человек. И Алоху тоже можно убивать. Алохо, просветка, просветка закончилась. Азевс сейчас умрёт. Пришёл Резоль, пришёл Резоль и делает Бобо. Ну, тут мы видим, ой-ой-ой, Шторм Спирит с Сайленсом уже. Куда? То есть, встало-то, боже мой, и отлично, забирают ещё одного, и Флай тоже умрёт, и на самом деле и Резоль-то может не убежать. Слушай, он на Саше Яше, быстрый. Ну, на Саше Яше, но сейчас же будет даггер, и сейчас же будет ещё, и может быть, Лич новую не даст. Нет, не даст. Да нет, мне кажется, что не стоит им давить так далеко. Боже, имперцы, имперцы просто имперцы, чтобы вы понимали. Вот игра Саилента сейчас была, это просто классика. Просто врывается Саилент, первый раз появляется Саилент у нас. Первое появление в битве. А вот и я. И нету Саилента моментально. Ты понимаешь, как он умер? Он умер ровно с двух спилов. Зевсу у него дал гэшку, и Лич с него дал новую. Всё. Ну, и что-то залетело, буквально, и он отвалился. Зачем было врываться? Ну, 800 хп, что он хотел? Здесь прикол Аркита Именно в том, что ты крыса. Ты должен играть как крыса, ты должен подождать, увидеть зевса, прыгнуть конкретно на зевса, дать ему сайлинг, тогда зевс не сможет тебе ничего сделать. Но он прыгнул с четверых просто в толпу. Да, да. Если ты хочешь так врываться, то надо покупать блудстоун, как делают другие парни, как делает, например, наш замечательный друг Сумаю. Смотри, что пытается сделать Терезоль, благодаря которым мешает ему сломать ногу. Немножечко, немножечко. Да-да. Ну вот сейчас вот крипы подойдут, и вот Тауэр Резоль все равно пытается копить. Все равно не работает. Что-то забыл, Роман, как работает система. Что-то не то, что-то не то. Так вот, наконец-то, пошла жара, отлично. 10-0 у Резоль, и на самом деле, если он умрет, вот в этот момент пятерочка будет Габелла. Пятерочка просто насыпет. Как писал InMate в паузе, ну тактика раннего фида, это что-что надо. Видишь снайпера на первой минуте ремпейджем, а потом зарабатываешь миллион на нем. Так и есть, так и есть. В принципе, может сработать. Йоку здесь летает. А, у Йоку-то, у него нету ничего. У него есть яйцо, но... И что? А что это за ТП с 200 хп? Ну и два в один, конечно, но, опять-таки, вопросы к Империи. Что это... Что вообще происходит? Почему столько ошибок у команд? И одной, и второй. Я не знаю. Такая нервная игра, все понимают важность ее, и тут начинается. Ну плюс, как бы, и игры, типа, как они... Кстати, сейчас Резолья убьют. Так, Резоль, а вот и стрик. Зевс в инвизе, и Резоль, верхняя будет, Резоль прячется за деревом. Резоль, дерево, хил на Резоль, аж дай! Алоха, в кулдауне был хил. А куда он дал? Он табр похилил. Он табр залечил, смотри, он лечится. И как раз Резоль кликает, типа, на табр, и... Ой, что творят канадцы? Такой хоккей нам не нужен. Алоха играет плохо. Все, что тут можно сказать? Это... Вот это был сейв года просто. Годлайковый снайпер, который прячется за деревом, прилетает в дерево спасительное. Я тебя спасу! Главный какой-то парень. Все это, все ерунда. Все эти смерти, все это пустое. Это тлен. Там фулл хп, зато теперь фулл хп. Да? Смотри, семи с половиной тысяч, четыре. Уже даже три с половиной. По экспиасу спору уже ведут. А по экспиасу вообще проигрывают. Да, есть такое. Ну ладно. Это жесть. Игра продолжалась. Игра продолжалась. Да, да, да. Расслабили булки им перцы, и сразу же между эти булки напихунькали. Как это проходит, собственно, всегда? Веселая дотка, как бы. Первая игра была весела, и эта тоже не уступает. Да. Ну, вообще-то, откровенно говоря, конечно, такие веселые игры происходит, когда команды много ошибаются. Когда никто не ошибается, это всегда и есть. Это и есть. Вот это 0-0 на 10-й минуте там и так далее. Когда много ошибок, начинаются вот такие приключения. Тут зашел Сайл, просто убил Курьера. Причем в тупую он стоял, смотрел на него и убил. Там перчатка чья-то была. Главс оф Хейст Лила. А что это у Лил? Что это Лил собирается без Главс оф Хейст? Ну, он Мидасик, очевидно, Мидасик. Ну, Мидасик, ну, у него что-то 300 кезды. Да, Мидасик. Ну, Мидасик, ну, как бы, надо же всего-то начинать. Ну, вообще-да, вообще-да, надо. Всему есть свои начало. Мидас сам себя не купит. Мидас сам себя не соберет даже, скорее. Поэтому, что-то надо купить. И не поспорить же. У Сайлента, кстати, почти есть деньги на Бладстоун. Скоро он будет. И Блинк появляется у ФНГ на Энигме. Ну, может он попробовать что-то зарядить. Но для того, чтобы у него получилось хорошо все сделать, нужно, чтобы нейтрализовали и Сайлент Шторма, и Рубика кто-то уже там за контейл убил. И Дерево желательно, чтобы ульт уже заюзало. То есть у ФНГ большой квест здесь дать хороший ультимейт. Да, Алоха. Классная позиция, Атопсмок. Да, но... Они поймут. Они же поймут. А все как знают, что здесь Алоха, потому что они обошли его, и вот куда-то в другое место вообще пошли. Догадываются, может быть. Может быть, видели его, что он тут здесь на хайграунде ходил. Может быть, увидели. Ну, Тавр отдают. Тавр отдают, не дерутся. Ну, а что делать так? Фолос не стал прыгать почему-то. Испугался. Не знаю, сейчас на него прыгнут. Раз сам не прыгаешь, что на тебя прыгнут. Так всегда и бывает. Но нет, никто не хочет драться. Рановато. Там Спектра получила Vanguard. Есть Фейзи, есть Drum of Endurance, есть Vanguard. И вот он прыжок. ФНГ. Стан Бризоля. Будет пытаться поймать именно Резоля. Но тут есть Living Armor. Куда прыгнула Спектра. На хайграунд она на Алоха. Получает семечку. Ну и что-то непонятное. Так, Салин напал на Лича. Полечили его Мекой. Все живут. Никто не умирает. Очень странно. Лич ульт снайпера. Подстрелили. И Фобоса поймали. Фобоса поймали. Поймали в ультимейт дерево. Расстреливают просто. И обсекает еще его Феникс. Ну и минус два. Что-то непонятное опять. Какое-то действие от Асусов. Что-то Энигма прыгает, цепляет одного. Спектра прыгает совершенно на другого. Бэтрайдер вообще что-то бежит пешком. То позиционка отвратная, потому что Зевс почти ни одного скила не дал. Он не мог ни за кого дотянуться. Все было очень далеко. Даже не утонул, потому что это не имело смысла никакого. Ну да, он с фулманой по итогам практически ушел оттуда. То есть побегал, побегал туда сюда. Да, Йог приобретает себе тем временем Хэнд оф Мидас. 21 минута Феникс. Ну нормально. Восьмой левел Рубен Валерич. И Скади должно уже быть. Ну вот не хватает буквально вот эту пачку крипов зафармить Резоли. Будет Скади у него на снайпере. 21 минута Сэнжиньяша, Скади, ПТ. Качественный такой снайпер. Ну и мы видим, кстати говоря, что Сайлент очень много фармит в этой игре. И особо не отстает по Нетворцу от снайпера. Там на тысячу всего лишь. Ну, учитывая, что снайпер 11 фрагов, а у Сайлента 2, то мы понимаем, что эта штука довольно важная. Культи в садали, прочекать где кто. Увидели. Ну а почему флай биты и остается на линии так далеко стоять? Не знаю, да, и он может тут и пострадать, но боятся. Знают, что рядом и дерево, и снайпер где-то тут бегает. Ну, 2-1-6. Врежимый Сайлент, врывается он. Так, он у меня умирает. Да, успеет. Да, тут нет вариантов у Фобоса жить. Меху не сгибает ПНГ дать. Ну и это очередной 0-7 от Фобоса на старте. Очередной 0-7 от Фобоса? Ну да. Ну в первой игре тоже был 0-7, после этого начал делать фраги и так далее. Пока в этой игре мы видим, фрагов нет. И форстапчик был уже почти на подходе. Но сейчас придется подождать, пока появление форстапа. Да. Ну и сверху Тауэр забирает просто резолюшн, аккуратно вот так вот стреляет с фрэнжа и все. Ломает. И вот она скайпер. Фэнг в интересной позиции на горе. Ну он купил гем, ищет варды теперь. Опять же, вот здесь варда стоит уже очень давно. Его так и не нашли пока. Вот сейчас Фэнг увидит. Ломает его теперь. Знаете, что там был Вижн, но такая себе информация. Даст лежит возле Алохи, заманивает. Просто заманивает Алохи на Даст. Да-да-да, походу. Оп, забрал. Это Фэнг, чтобы был Даст, кстати. Это был Даст, Фэнг. Чего он лежал там? Знаю. Наверное, Фэнг не был сладок, что ли? Ну типа гем, да, выложил Даст. Кем? Взял Даст в курумах бы закинуть, в принципе, непонятно. Фэнг тоже очень опасно ходит. Да, у него есть гем, и он как бы видит варды. Но вот он сейчас здесь, например, он не знает, что здесь нет вардов. Здесь рядом Сайлент, а у Фэнг гем. То есть на самом деле... Сайленту сейчас баковать нельзя, потому что здесь трое. Сайлент агрится на Фобос, а Фобос прямо для него сейчас... Слушай, а что они так затерпели? Они же могли его тут забайтить. Могли. То есть просто вольт... Ну, за все ульты там, и у Спектры, и так далее. Ну да, и Сайлент бы не выжил. Ни в коем случае не выжил бы. Ну, сейчас, кстати, к Сайленту сейчас подтянутся уже тиммейты, по-моему, не? Да, не особо, только-только Флайд это тут ходит на длину. Потому что вард видели, и это... Сайлент все так же не видит, он тут бегает туда-сюда. Вот его сейчас заметили, по идее. Ну да, мы видим... Видно Сайлента конкретно, видно, что здесь у нас Алоха. Вообще не знает, где находится Асус Полар, и видит только вот одного в миде спалившегося Эллидана. Лететь на него пока далековато Сайленту, поэтому подходят вот так вот ребята из Эмпайр. Ну, по-прежнему напомню, что они ведут, кстати, уже 10 тысяч почти голды, 3 тысячи экспутатов. Ой, Алоха! Алоха Тенс подходит, а здесь Гем. Здорово. И минус Алоха. Ну, Алоха умирает, конечно. Его никто сейвить не будет, ошибочка от Алохи. Но зато теперь Гем понимает. Хотя вообще они знали, что там Гем. Им уже сколько вардов сломали. Так что это Алоха зря. Да, непонятно, куда шел. ФНГ бычара пошел и говорит, иди сюда. Ну, в ФНГ надо понимать, что у снайпера как бы имеется скадь, и тут, если ты не допрыгиваешь, тебя начинают кайтить, то все. Ты не дойдешь. Да, и спектр слишком слабая, чтобы сражаться со снайпером как бы раз на раз. Если спектр просто прыгнет на снайпер, снайпер ее убьет. И все на том. Интересно, БКБ собирает резолюшн, или это просто Мелл Штром? Я думаю, БКБ все-таки против Зевса. Севс слишком много ДПС вносит. Так, Элидана на миде, и его никто не сейвит. Элидан жирный, у него есть тот самый Вангвард. Выживает. У Сальца теперь... Такой полубайт Йоку. Так, Йоку тут проседает. У него мало ХП. У него остается 500. Ну, тут резолюшн уже. Резолюшн, и вот она Энигма. Вот она, Энигма, в которую впивается. И вот привет. Тиммейт непонятный. Привет. Алохи, можно было бы неюзать. Здесь врыв также на Лила. Лил, у-у-у, Элидан, куда же ты прыгаешь? Элидан прыгает прямо на Шторма. Ульт снайпер залетает сейчас в Элидана. Рубик еще и дает вижн. Минус 3 без размина. Минус 3, минус гем еще, между прочим. И можно пушить прямо сейчас на рампу. Заходите, а кто помешает? Никто не помешает, все мертвы. Спектра есть байбэк, но какой смысл байбэка с такими итемами? Нету. Без хаунта тем более. Ну и сейчас просто стоит с лоуграунда, бить Т3 нужно имперцам. Но так они сломают Т3, я думаю. Хотя будет еще глиф, конечно. Будет глиф. Но тут очень опасно, надо быть и Году, быть аккуратным, потому что Сайленд, тысяча ман, и он может на него прыгнуть просто. Ну по Т4 он просто его засайлендил, прыгать не стал. Ну и просто Т3, издалека хотят без драки, хотят без драки забрать Т3, потому что боятся, надо дострелять. Здесь врывается на Фобоса, Фобоса отогнали отсюда, и все. 1-7, кстати, у Фобоса, смотри, да, то, что и в прошлой игре. Да-да-да. 0-7, потом начинает. Понакатанный играет у нас Саня, сейчас все будет. Ну, что-то куда он летит сейчас, куда ты летишь, Фобос? Фобос, куда ты летишь? Пытается кого-то поймать, но недалековато ли? Пожалуй, недалековато. Так, слушай, Фейнган напал на Саня. Ну, Саня-то куча мана, он там еще может прыгать и прыгать. Единственный заряд, в регенах хватает, 2 600 в кармане. У снайпера, кстати, уже есть Мэлл Штром. Мэлл Штром решил, Резоль, собрать себе сейчас Мьелл Штром. Мьелл Штром. И чтобы быстрее бить. Ну да, в принципе, Мэлл Штром вообще за свои деньги дается один из самых ваших. О, Алоху поймали. Фобос не успевает. И Фобоса на хайграунд. И Нигма, Блэкхол. Ну, только по одному. Только по одному. И яйцо отлично. А у него его украли. У него украли Блэкхол. То есть сейчас еще и Флай может в ответочку зарядить. И Нигма. Так, да, ну 2 в 1. Так себе разменчик, конечно. Ну вот и смотри, заманивает. Заманивает Йоку сейчас на Блэкхол Флайовский. Ну, Флай нет у Блинка, чтобы, блядь, хороший Блэкхол. Ему тяжеловато будет. Пешочком зайти. Жадно, жадно сыграл, конечно, очень жадно сыграл здесь в ФНГ. Он положил подстилку перед Блэкхолом. И в итоге улетел просто из Блэкхола Сайлент. Возможно, получилось бы Сайлента тоже убить, если бы он в Блэкхоле остался. Ну да, там бы помогли, было бы получше. Родофатос появляется, и Спектра ультанула. Зачем? Там что-то новое. Понятно зачем. Просто так. Вижен дал. Думали на Рошане? Или да. Может. Ну да, может. Не знаю. Я думаю, просто Вижен... Ну, все равно, смысл не врывались бы, да. То есть тут дело такое, как бы. Ну и Сайлент уже 3000 имеет. 29-ая минута. По деньгам уже опять тех самых 14 с половиной. 15 тысяч, по XP девятка. Ну и продолжает АССА играть от жуткой защиты, но продолжают бороться. Продолжают, действительно. Но в этой игре все намного более печально, потому что так смок спалился, понимаешь, где-то кто-то рядом должен быть. Сайлент мог бы прыгнуть наугад, прыгать, но поздно. Но все-таки догоняет Фобоса, Фобосу в Афре. Сейвить его никто не будет. Фобос 1-9. Тем временем. Да, и блин... Дебют неприятный. Как-то так, второй дебют. Да. Ну и что? На базе сидеть остается только АССА. Ну это они и делают. Но, блин, опять-таки у них нет снайпера. На этот раз, чтобы сидеть на базе и шрапнелями отбрасываться, надеяться на чудо. Спектры 8000-ой творца. Ее даже Феникс обгоняет, как бы. Да, у спектра все плащевно. Не знаю, Лидон хочет Радик купить, но мне кажется, это уже так себе идея. Надо покупать что-то, что хоть что-нибудь даст сейчас. Может быть, Монту попробовать сразу купить, Яшу взять. Потому что до Радика он вообще может не дофармить. А когда дофармит... Сайлент сбросить сюда. Что, Радик, тебе на 40-й минуте уже ничего он не даст? Так себе идея. Тут уже Бьелнеру у Резоля. Смотри, как он стреляет. Да, стреляет он хорошо. И Рошан падает там тем временем. Еще и Резоль наверняка. Все, и сейчас они пойдут сносить мид. Резоль 630 гпм на 30-й минуте. Это очень много. Что-то купил себе Сайлент. Да, купил себе Мистик Став. Это будет будущий Хекс. Ну, все верно. У Флая, кстати, Блэкхолл еще чуть-чуть остался. Если Драка завяжется прямо в течение ближайших 15 секунд, он успеет его дать. Но, скорее всего, нет все-таки. Хотя, кто знает, если сейчас прям Бэтрайдер прыгнет. Но нет. Флай очень хочет, но вот надеется, что на Резолюшн сейчас прыгнут. Сейчас пропадает этот Блэкхолл. И не Маблэкхолла. Все, надо что-то воровать новое. Резоль 3CVision и расстреливает Барак. Сайлент развлекает здесь немножко. Куча мана, огромный реген, может тебе позволить. Он такие приключения. Тем более, что контрить Шнарма нечем. Это тоже проблема. Фактически только ультами Блэкхолл или ультом Бэтрайдера можно остановить Шнарма. А больше никак. Резоль здание слоу-граунда расстреливает, пока лежит там Midnight Pulse. И долончиков расстреливает. И фобос, фобос, фобос на Резоля. И дерево без блинка. Резоль, очень больно Резоль. Не забываем, что у него Aegis. Резоль по-прежнему живет, его выхиливают. Вот он, минус Резолюшн. Сайлент не убил года, кстати. И Резолюшн это второй раз могут пытаться. Можно дать Блэкхолл, отличный Блэкхолл от ПНГ. И слушай, всасывает, всасывает же. И это минус Резолюшн. И Резолюшн. Или тут корни. Ну да, Резоль умирает. Там стоит Супернова. Супернова. Блин, Супернова. Супернова. Супернова, кажется, тоже убьют. Да, Супернова бывает. Это 3 в 0. 3 в 0 вообще без байбэта. Это 4 в 0, учитывая Aegis. Ну да, ну да. Еще и Aegis. Ну и как так получилось? Какой был план? Стоял Резолюшн, на которого очевидно было, что прыгнет Бэтрайдер. И ничего не было сделано. Совершенно ничего. И, кстати, у года появляется Аганим и 16-й скоро. И это такой разнос будет в драке, на самом деле, по ХП. Да. Это очень больно будет. Да, будет неприятно. Но в итоге тут, я думаю, все-таки надо сказать, что ошибка это Рубикоп. Потому что он должен был быть рядом. Он единственный, наверное, кто может здесь цепануть Бэтрайдера. Ну, пожалуй. Пожалуй, да. Пожалуй, да. Слушай, я хочу усомниться в итем билде сейчас Салент. Зачем хрена он купил эту Шиву? Ой, лол. У врагов нету вообще ни одного физдемагера. Ни одного. Ноль физдемагера. Ну, типа Спектра, но... Ну, это реально допение. Блин, а почему не Хекс? Ну, вот был бы Хекс, он бы точно убил. А так, может, еще и не убьет. Да он и так убьет, хотя тут в стильке. И убивает. Ну, я не знаю, что тут делает... Иллидан? Они идут, естественно, ломать барак. Ломают ранжовый барак. Им надо нагло зайти на хайграунд, потому что сейчас опять прыгнет Бэтрайдер. Надо уже быть на хайграунд. Просто дерево должно заходить сюда. И стоять вот здесь прям. Вот. Шарит. Так, прыгает сюда Саллин. Засасывается. У Саллин-то не туманный больше на драку. Он лишился ее. Все, 5 секунд... 9 секунд, точнее, до Спектра. Ранжовый барак убрали и уходит, наверное. Ну, ранжовый барак, глядь, пол, ред, вообще... Это, да, это считай то же самое, что вот этот вот билдинг, который тут вот стоял. Это вообще такую же роль играет в игре. Рызоль. Так, ФНГ, огромные проблемы у ФНГ. Вот там вот сейчас вот сыграл хорошо. Вот сейчас сыграли хорошо. Это минус Фобос. Так и должны были сыграть. Я даю кучу демеджа. Боже, как же больно. Фу, ай, украл ульт Зевса. Тут же отультился. Рызоль делает трипл килл. Флай, красавчик. Вовремя все сделал. Нету байбэков ни у кого. Обрывается на год. А год, год. Тоже в таверну. Он появится через 14 секунд. Ну, и Спектра одна в живых. Нету ультимейта. Падает у нас мидлейн. Но тут работает бэкдор пока что. Почему-то вот так вот, когда Дота решила, что... Ну, вот да. Что они, наверное, не зашли скрипами на хайграунд. Поэтому... Ну, да. Не было такого. Не было такого, говорит Айсфрог. Не верю. Лично реплейс смотрел. Дважды. Ну, и низ пытается снести. Тут Зевс уже может подбежать и немножко постараться помешать. Но он понимает, что можно подставиться. Он может умереть, я думаю, что он подбежит. Потому что Саленс Фулл Маной. Он просто прыгнет и убьет. Это минус две стороны. И на 34-й минуте, когда у Спектра нету даже... Радика, это плохо. Да, да. Я думаю, правильное слово. Это плохо. И уходят. Уходят и перцы. Спектраль. Ну, или Дан пошел преследовать всех. А там есть ульдзивсал Флай по-прежнему ворованный. Но он сейчас умрет. Ну, Флай умрет. Да, там ловит Резоли. Резоли, кстати, может тоже покинуть. Правда, тут Сальс на развороте начинает... Резоли одного застрелил, второго застрелил. Разворачивается, пытается застрелить еще кого-то. Ну, в Блэкхолле уже никого не застрелит. Да, тут такая драка суппортов пошла. Но там Сальс не особо суппорт. Но у него кончилась Манал. Он стал тоже как суппорт. Ольдзивса еще кого-то убивает. Зевс Штарма убил, который появился. Ты понимаешь, что он появился? Сразу. Моментально на базе. Да, ну, у него там было за 20 зарядов. И на года. На года! Серега решил, что... Да пошел ты, Ретайрат, слышишь? Я вот так вот сразу и все. Не нужны мне ваши шутки. Ты вообще понимаешь, сколько он пролетел сейчас? Ну да. Столько. Реально всю линию просто. На 2000 монопула. Ну, очень хотел Сальвент отомстить. Очень хотел за свой Unstoppable. Но я отомстил. Правда, Год не дал ему этого удовольствия. Убить себя, Год. Перерезал себе вены. Ну и Год, кстати, тоже уже живой. Купил Блинк. Решил так. Мне кажется, что все-таки, наверное, рефрешер стало попробовать, попытаться собрать. Блинк сейчас мало что дает в такой ситуации. Ну, может быть, что-то там. Ну и смотрим на Иллидана. Тайминг Вердиан к 43-й минуте. Ну, пока еще его нету. Его еще нету. Ну, кстати, неплохой тайминг Вердиан к 43-й минуте-то такой. Блинк избивает. Сын Кин, 54-ая минута, Блинк, да? Да, 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 да. В 2007-й, 2008-й год в то время действительно 45-й минуте купить Радик это было нормально. Ну, да, да, да. Тогда 25-й это было фантастика. Там, 20-й минут Ради Мэн, Леша Травка. Это фантастический режим. Нет, 25-ая минута Радианс, это типа free win. Все, проиграть невозможно. А вот на 45-й, ну, такое. Как бы можно биться, можно. Так что... Окей! Лейдан, короче, вернул 2007-й в этой игре. Пытается, точнее, вернуть. Он еще не вернул, он пытается. Он не собрал же все. Когда соберет, Радианс-то этот. Ну, проигрывают они уже за бей опять, но мы уже за сегодняшний день, да, поняли, что... Нету двух сторон. 25 тысяч экспы, 25 тысяч голодов. Не проблема. Действительно не проблема. У ФНГ появляется бикки, бивее, значит, что теперь ему ультимейт сбить намного тяжелее. Да, Рубик все равно может украсть и все равно может скастануть блокол на Энигму, но ему не так просто сделать, потому что у него нет блинка, у него только форстаф. Только дерево, грубо говоря, может действительно сбить этот ультимейт. Заехать с форстафа, овергроуснуть. Все просто... Да, имперцы, опять-таки, долго думают сейчас. Неужели они будут ждать две минуты этого Рошана? Ну, походу. И они дождуться Радианса на спектре к 39-й минуте. А прикинь, Радианс и просто переворот, рампажечка, просто рампажечка от Элидана. Кровь, кишки, трупы везде. Вот смотри, вот он. 38 минут, 2 секунды понадобилось Элидана, чтобы собрать Радианс. Ниссан. Четкий Радианс. Ну что ж, игра продолжается тем временем. Зип. Я посмотрю на Сайлента. В то есть с БКБшкой, кстати, 10 секунд. Сайлента вообще не обламывается. У него там столько мана регена, что можно зип-зап делать постоянно. Сколько там заряда? Не, ну, 15 зарядов, это так себе. Это не 25. Средний, средний показатель. Согласен. Маннерген 41 в секунду. Вообще фигня, по-моему. Как у всей команды Asus Polar победителя. Хотя нет, у года тоже более-менее там 16. А, кстати, было, было. Семь года зарядов осталось. У него там было побольше. Баттерфляй появляется у Резолюшена. Ну и Резолюшен уже по самое не могу. Припакован. Это 4 самых дорогих артефакта в Доте. Ладно, Сен-Жин-Яша не самый дорогой. Мьёлмир, Баттерфляй, Скади, Сен-Жин-Яша, ПТ. Ну и, скажем честно, получше этот снайпер, чем Спектра выглядит. Который в Вангварде родился. Слушай, на самом деле... Да, конечно. На самом деле, я тут подумал. Ведь самые дорогие артефакты в Доте. Это на самом деле пятый догон. Да, Сатаник. Нет? Нет, подожди. Паттерфляй. То есть, в общем, он пятый догон и рапира нужна. Ну да, да. Абисал Блейд? Не, Абисал Блейд не такой же дорогой. Как кажется. Поехали, поехали. Сатаник очень дорогой. Да, Сатаник. Сатаник как рапира по цене. Сатаник прям... Ну там просто два косаря стоит Доминатор, как бы. И все про это забывают. Ну да, это Доминатор. Ну что? Рошан стоит. Лол. Это даже еще без сыра Рошан? Да, это второй. Да, это второй Рошан. Ну и забирает его имперцы. Понятное дело, никто им тут не помешает. Асус Полар на базе уже довольно давно. Но никуда они выйти не смогут. 1-11. Фобоса 3-7 у Лила. Ну да, они будут сидеть, ждать, что-то еще делать. Ну а с ДТ еще, Резоль, лол. Я бы не попадался этому снайперу по пути. Потому что его убивать надо дважды. Иллидан решил купить себе этот... Иллидан решил купить на Блэд Мэйл. Так, слушай, повезли Резолюшна. Ну вытолкайте его кто-то или нет? Или что это за бред? С чем отдавать Айгис на халяву? Резоль. Резоль по-прежнему жив. Вот Резоль сейчас погибает. Сайлент уже убил Спик Тру. Сайлент уже убил Лича. Ну да. Да, и тут ФНГ выкупился. У него есть БКП, он может давать Блэк Холл, но... Ну он-то его дал. Ну и... Ну это КГ. И это 2-0 в пользу Team Empire. Empire заканчивает свои выступления в группе с одной победой и двумя поражениями. Статистика у команды London Conspiracy точно такая же. Одна победа, два поражения. Но London Conspiracy проиграли дважды по... Проиграли у Cloud9 2-0. 2-0 выиграли у Empire. И 2-1 проиграли у Asus Polar. Поэтому у London Conspiracy 2-2 и 1-2. То есть у них 3 карты выигранных и 4 проигранных. У Empire же 2 карты выигранных и 4 проигранных. Вот так вот.